Ассоциация грибы и грибники Калининградской области. Грибная банда представляет! Ой, ребят, смотрите сколько черемши, как подросла, обалдеть! Наверное, на этой полянке остановимся. Такая красивая, яркая, супер вообще! Добрый день, друзья! Вы на канале Грибной Банды. И сегодня с нами Милана. Милана, помаши ручкой. Помните, в нашем трейлере есть строчки? Милана – это культмассовый сектор. Такой не страшно даже в разведку. Вся земля теплом согрета, И по лесу бежим мы с ведром. Мы бежим и знаем где-то. Боровик нас там ждет под кустом. Мы так хотим, чтобы лето не кончалось, Чтобы мы по лесу мчались, Ища грибы, и знаем мы. Ждут лисички и опята, Ждут обапки и маслята, Боровики. А еще здесь, черемша здесь, Мы накосим ее ведро. Это уже... Это был новый куплет. Это был экспромт. Итак, ребята, мы начинаем. Милана на выезде за черемшой первый раз, И поэтому сейчас Татьяна для Миланы Проведет мастер-класс по сбору черемши. И, соответственно, покажем вам, Как ее правильно собирать. Вот так вот, как Милана собирает. Это неправильный сбор черемши. Правильно собирать вот так вот ее. Пучки показываю как. Берем пучок грудки. Как мы берем, Вот как она держится вертормашками, У нас лежит черемша. Верхтормашками. Мы берем вместе с этой же черемшой, Берем ее же, Вводим нож поглубже, Прокручиваем, И у нас остается в руках Вот такая вот черемша. Ее обратно же уложим. И когда у нас пучок собрался, Мы берем резиночку И тут же ее наматываем. И у нас уже образовываются Вот такие готовые пучки. Очень даже красивые пучки. Но хочу добавить, ребят, Чтобы не было потом лишних вопросов О том, что у нас в Красную книгу Занесено черемша. В нашей Калининградской области В Красную книгу черемша не занесена. И луковицу мы не портим. Луковица остается в земле. Потому что мы ее, Она очень глубоко, Мы ее не нарушаем. В предыдущих видео, Ребята, я говорил, Глубина залегания луковицы 15-20 сантиметров. Мы ее достаем абсолютно без луковицы. Корни остаются все в земле. И насчет Красной книги. Да, черемша в Красной книге. Но в определенных регионах Нашей страны Калининградской области Это не относится. Не надо, не правильно, понимаешь. Я один крем, Что-то перекладываю. Не туда. Вот как берешь ее, Так же вместе с ней и берешь. Стыкаю в землю И складывается. Вот она. И получается у тебя уже пучок. Когда я соберу сегодня 108 пучок, Я точно научусь ее резать правильно. У нее так все хорошо, Ладненько получается. У меня пока не очень. Но я не сдаюсь. Очень хочу салат с черемшой. О, ребята, сколько блюд из черемшой. Ой. Томат очень вкусный, черемша. Черемшовая соль. Изумительно. Сало с черемшой. Изумительно. Масло с черемшой. Столько, столько блюд. Погода на улице, Как на заказ. Весна, журавли, Курлыча, душа поет. Здорово. И черемша заметно-заметно подросла. Ребята, будете удивлены. Но на сбор черемши Есть нормы ГОСТа. Причем ГОСТ по последнему обновлению От 2015 года. И в нем сказано Стебли должны быть молодыми, негрубыми, С неразвернувшимся листом. Здоровое, целое, чистое, Не пожелтевшее. Без повреждений, Вредителями и болезнями. То бишь, сейчас самое-самое время сбора черемши. Чуть позже она раскроется, Она будет как силос. Уже будет грубая, И сейчас буквально неделя, Она уже пойдет на цвет. Даже слышу, гуси полетели. Здорово, весна. И идет самая первая витаминная трава. Самая первая. Очень полезная. Витаминная травка. Сколько полезностей она в себе несет. Повторюсь, нормализует обмен веществ. Очищает кровь. Выводит плохой холестерин. Укрепляет центральную нервную систему. Стимулирует работу сердечно-сосудистой системы. И так далее, и так тому подобное. Настоятельно всем рекомендуем. Единственное, у нее есть, как ни странно, противопоказания. Противопоказания. Это болезни желудочно-кишечного тракта. Язвы и так далее. А еще противопоказаны женщинам в период лактации. Потому что меняется вкус молока. И детям до трех лет. Вообще, очень-очень полезная трава. Весна. Душа радуется. Здорово природа просыпается. Кстати, в нашей группе, совсем недавно, под нашим видео про черемшу, был вопрос. Как ее можно отличить от ландыша? Ну, вопрос актуальный. На самом деле, они фактически почти не отличаются. Единственное различие. Это запах. Ярко выраженный запах чеснока. У ландыша этого нет. Обратите внимание, что лист ландыша, он ядовит. Сейчас вот стою, снимаю такой стойкий-стойкий запах чеснока. Собственно, ее сейчас можно искать, наверное, по запаху. Мы подошли к поляне метров за 200. Такой стойкий-стойкий запах уже был. Кумушки, как у вас дела? Да, росло. Отлично, я бы сказала. Вот какой сюрприз вот растет. Ребята, не подскажите в комментариях, вот это что за тротовичок. Интересный такой, красивый. Получается, Милан? Ну, почти. Уже лучше. Гораздо. Смотрите, смотрите, вот профессионалы чем занимаются. Смотрите. Профессионалы кучат ножи. Профессиональные сборщики. Кстати, ребята, обратите внимание про нормы ГОСТа. Лист должен быть не раскрывшимся. Вот именно такой, какой он сейчас. В стародавние времена черемшой делали профилактику цинги. По содержанию витамина С черемша обгоняет даже цитрусовое. Очень-очень полезная травка. А сейчас скоро ситрун. А сейчас скоро ягодка пойдет. А сейчас скоро черничка. Малинка. Ой. А сейчас еще вот только на цвет пойдет черемша. Сразу же папоротник полезет. Ребята, у нас тоже есть настоящий папоротник орляток. Растет. Скоро-скоро мы сделаем обалденный видос. На эту тему. Вот. Журавли курлычат. Весна. Здорово. Ребята, вот и закончился. Ваш очередной день с бандой. Спасибо вам за просмотр. Собственно, вот такой у нас результат. Мы уже собираемся домой. Прошло 2 часа в лесу. Очень было круто, здорово. Вот сколько мы накосили черемши. Спасибо за просмотр. Будьте с нами. Спасибо еще раз, ребята. Оставайтесь на нашем канале. Спасибо. 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 Спасибо.